привет добрый день как взрывчатку изготовить мы православные христиане ищем своих соотечественников старатников чтобы беседовать о как спасти душу как жить правильно мне меня это интересует интересует я вам скажу наш у меня есть большие ресурсы очень можете зайти это ю тубе запишите наш канал там 13 с половиной тысяч роликов наших только мы с нуля строим православную деревню вам будет интересно а вы где территориале находитесь это барнаул алтайский край в москве вас нет ну москве как я от москвы мы четыре часа 3000 километров от москвы в один день правильно прожить знаете как правильно что прожить и совесть тебя не мучила когда ты состаришься день начинаем всегда с молитвы всегда просим прощения все виновны всегда нужно найти кому что помочь милосердие называется соблюдать посты как положено у нас мы никого к этому не призываем мы рассказываем если люди нуждаются это помогает пережить любое горе беду если ты верующий вот моей жизни разные было поворотов много я политзакрещенный два раза был я видел как люди умирают ни за что а каким статьям 190 прим было а повыше 70 это что но они там говорили там распространение глазит заведомо ложных измышлений порощих общественно-государственные строя советского союза то есть я сказал раскулачивали людей отнимали хозяйство это клевета теперь я реабилитирован со всеми льготами вторая статья а это вторая выше которая я по по самой низкой шел у меня вообще ничего не было я насчитал 50 книг религиозных и на на катушках тогда было распространил по всей по всей стране среди религиозный было и архипелаг гулак солженицын я первой стране его распространил за который нобелевскую премию получил александр солженицын вы наш ролик можете сказать youtube записать и посмотреть там все найдете абсолютно все что желаете на первой странице сайта я отвечаю на 4124 вопроса я в пяти университетах вел занятия одновременно во всех отделах милиции три радиопрограммы то есть широкий такой профиль был и поэтому много было вопросов приходилось отвечать 55 параметров папок если вы молодой вам нужно знать вы уже не попадете куда не надо когда будете знать вооружен значит можешь противостать куда куда не надо это куда а зайдите на наш сайт сайт называется во свете библии нет это все не ответишь у меня время это много нет я работаю она чем на чем работаю у меня много вопросов приходит люди разные потому что у меня и мой мир модератор работают в контакте фейсбуке но главное это форум 1600 тем какой самый задаваемый вопрос самый частый вопрос какой зачем я живу зачем вообще зачем я живу не проще не жить и что вы отвечаете познать бога узнать что христос умер за нас что за гробом есть другая жизнь а это жизнь только подготовка к той жизни вот у нас сегодня хоронят моего товарища брата но брата во христе он в 30 лет было и у него получилось повреждение удар большой и с тем позвонков полетела и он в 17 лет лежал парализован у меня ничего не двигалось а только плечевой сустав один и он был самый лучший и хонописис 405 роликов осталось у него все не руки не ноги недвижимые были и он был нужен его во всем мире знали вот сегодня его хоронят можете зарядить сергей парализованный козлов он в воронеже жил сегодня воронеже наши поехали туда на похороны вот человек в таком состоянии он никогда не роптал всем помогал он жил для бога и вот представьте что здоровые люди там с высшим образованием там директора дура за специальности где-то живут и вот сегодня все стараются попасть туда чтобы участвовать в похоронах а другой живой здоровый не знаю зачем он живет что 2 но самое главное для чего жить остальные уже меньше вопросы вот допустим человек спрашивает молодой а куда мне пойти работать я самая важная работа это для еды сельское хозяйство у нас 21000 запрошенных деревень почему не взять какую-то деревню оформить там товарищей и свой устав написать не пить и курить ему деревню православную строим не материться не воровать и не лгать вот никто же так не хочет жить хочет мы деревне уже 27 лет она стоит у нас с нуля начали государственная школа все но учителя все верующие каждый ребенок под присмотром а самое трудно воспитать детей дети наше будущее как говорят я образовал сам детский лагерь православный и 45 лет был его начальником и от государства ни рубля не получили тысячи детей подняли сейчас лагерь я превратил в музей и показать что можно жить красиво и интересно в бедности ничего не выпрашиваю государство которое страну перегоняет за рубеж все продают и не надо роптать никого поносить не надо мы молимся за правитель и за патриарха и в душе у тебя мир будет вот вы как думаете мне сколько лет не знаю ну помимо так то как видеть как я разговариваю что не знаю 60 80 80 так я прошел прошел пять тюрем сколько на мне пахали а я живой и везде ущерб у меня две голубят и я каждый день с голубями даже в комнате маленькая голубятня а тут голубей голубей там 40 80 голубей 70 чё не здоровая здоровая где голуби там радость есть такая статья большая у злого человека голуби не водятся они сдохнут голуби это птица мира любовь достоевский вам нравится очень даже это пророк россии а что любить самое можно сказать главное которое можно считать у него это братья карамазовы это фильм даже есть такой он говорит христос если бы доказали что христос и истинно несовместимы я бы остался грится христом нежели с истиной и он предсказал если революция будет в россии она обойдется в 100 миллионов голов сегодня почитают жертву революции 100 миллионов вот а пророк записки из-под поля хорошее все хорошее у него ему равен во всей мировой литературе только может быть уильям шекспир в англии как психологу обратно нет больше равных ему нет никого не лев толстой никто у у русских конечно последние вот столетия это солженицын александр исаевич и салтыков щедрин все остальное ниже ладно хорошо я вас понял спасибо слава христу это плохо слышно вас добрый день салам алейкум слава иисусу христу мы православные христиане у нас хорошие отношения у нас очень хорошие отношения с мусульманами я в баку был ночевал у мулы дома ходил в мечеть там молились они к нам которые цвет мусульмане относятся хорошо мы мирно живем да я сразу ставлю в пример как у мусульмана озаботиться о женщине как одета у нас точно также одеты как хиджаб надеты сколько лет сколько лет мне 80 будет в июне до богу богу слава благодарим бога и вам всего хорошего желаем кошка говорит да вон она я хотел ее убрать у меня голуби даже есть я голубей держу и даже в доме есть и две голубят не можно посмотреть да можно как показать то вам вот достать надо кошек закрыть кошек надо закрыть сперва да нет я выпускать не буду сейчас она парит иначе гнездо остынет вы зайдите на наш youtube у меня большой канал и вы там увидите в плейлист зайдите голуби они как надо вам время будет зайти на наш youtube зарядите открытым оком во свете библии четыре слова и вы сразу зайдете к нам там 13700 роликов наших 13700 ролик да да вы увидите как мы там занятия ведем с детьми как молимся как работаем как отдыхаем сейчас сейчас посмотрим да давайте открытым оком во свете библии библии так называется давай мусофей все хорошего с богом у нас в уважении даже быть аксакалы я знаю наши родители жили в киргизии и у нас всегда были хорошие отношения там сказать киргизы там тоже мусульмане мусульмане мусульмы это не принимает я что-то говорит как непонятно слова и слова слова славу славу почему ислам не принимаете почему потому что у нас библия есть а у вас в коране написано иса иса это иисус марьям это мария у вас там написано об этом у вас написано сулеймана у нас соломон то есть мы друг другу как-то относимся но у нас написано что за наши грехи умер иисус христос взял нашу вину и умер иса умер за наши грехи верующих сына божий иметь жизнь вечную если по мусульмански жить это в стране был бы порядок у нас будут ну как допустим в тунисе там саудовская аравия тут бы никто не воровал женщины бы выходили девушки сохраняли девство но мы заботимся жизни вечной за наши грехи умер христос я никогда не поминаю три слова это аллах аллах каран и мухаммад я три слова не употребляю сам мусульман и зачем это их родные слова мне их не надо я говорю о христе святой библии я у нас очень давние отношения с мусульманами я вот вам расскажу вы другим можете рассказать у меня дедушка жил это тоже на алтайском крае и он так маленькая к концу деревни а там ездили казахи зачем они ездили я тоже уже не знаю но они у него всегда останавливались у дедушки моего он их кормил они у него там отдыхали и ехали вот однажды он поехал и попал в их аул аул это где село и они узнали что он едет его с телеги стащили и на руках понесли это тот человек русский который нас принимает другие это не принимают этот мой дедушка такой я деда это унаследовал быть нам все друзья на пенсии на пенсии если перевести на деньги это сто пятьдесят три доллара у меня самая пенсия нас нас государство давило я в пяти тюрьмах отбывал только за за веру нормально нормально давай да да все хорошо с богом слава иисусу христа аллилуйя богу нашему слава во веки веков аминь просим приходите подписывайтесь и будете регулярно получать с нашего канала аминь просим по dadу и и аминь просим у меня дом 4 и он он и и у меня все у нас было кто-то Субтитры создавал DimaTorzok